здравствуйте уважаемые друзья вечер за бортом у нас сейчас плюс восемь градусов и радость радость отвлекаешься от работы кстати несмотря на работу дома работа стала еще больше гораздо больше чем в офисе ну да ладно в общем радость в том плане что едешь на машине это раз развлечение какое-то и едешь в магазин смотреть на людей это два собственно повод для сегодняшнего видео довольно-таки грустный не знаю возможно вы слышали возможно не слышали что в воскресенье было было массовое убийство да где количество жертв перешагнула уже на сегодняшний день 20 человек по моему 23 человека последний формат который читал и это самое большое самое массовое убийство расстрел в канадской истории чем отличается от других таких же это то что человек взял оружие переоделся в форму федеральной полиции маунтис форма которая красная а-ля британская широкополая шляпа который парадная форма да ну в данном случае я так понимаю это было без широкополой шляпы сел в машину которая была полностью сделана как полицейская машина то есть это не было полицейской машины это просто была та же самая модель и она была обклеена сделана ровно так же как папа по обклейке по обозначении по символике как обклеиваются полицейские машины и вот он посетил один городок другой третий населенный пункт и там стрелял людей до в конце концов его перехватили и в одном из местечек в 130 километрах от галифакса его пристервили на это все закончилось непонятные мотивы то есть все спрашиваются а что не так убийца 51 год было он был зубным техником люди которые с ним учились в школе в нью-брансвик привет нью-брансвик говорили о том что он был абсолютно нормальным адекватным парнем не знаю возможно вот эта история с ковид-19 каким-то образом повлиял на его мозг да потому что я так понимаю что он был вынужден тоже сидеть дома и не не выходить на работу возможно еще что-то потому что кто-то там в интервью говорил что это какие-то проблемы были с его дамы сердца ну в общем непонятно да и многие вообще говорят что скорее всего вся эта история останется за кадром в том плане что не будет непонятно что на самом деле послужило триггером для того чтобы он взял оружие начал стрелять людей как бы то ни было он сжигал дома сжег пять домов сжигал машины стрелял в людей в домах уже которые были сожжены уже по заявлениям полиции найдены остатки тоже обгоревшие людей в общем тайна покрытая мраком самое главное да что это там не знаю тут не не свалишь на каких-нибудь там приезжих эмигрантов там не знаю особенно там откуда-нибудь из дикой местности нет это это сельская глубинка это еще раз говорю это почти 150 километров от галифакса это новая шотландия там где в принципе эмигрантов практически не бывает то есть это канада канада та самая канада которую мы потеряли да в кавычках в общем такое вот событие такое грустное да естественно все встали на поддержку моральную офицера который нам погиб погибла потому что это женщина да она 23 года служила в федеральной полиции у нее осталось двое детей 13 и 10 лет и собственно люди говорят что мы мы поддерживаем и сочувствуем и готовы помогать семье делать все что угодно ну в общем как обычно на самом деле да что 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 мне нравится в канаде до сих пор и я каждый раз этим поражаюсь восхищаюсь и мне это безумно близко это то что когда погибает кто-то из офицеров полиции на при исполнении обязанностей это очень болезненно воспринимается всем обществом да и общество целиком и полностью поддерживает дает дань уважения каждому погибшему при исполнении офицера из неприятного это то что теперь упрекают власти провинции не скоро не скоша но вы скоша в том что они не отдали публичного уведомления о том что сейчас опасно выходить на улице что где-то по дорогам блуждает маньяк потому что получается все началось вечером в субботу да и закончилась утром воскресенье то есть где-то несколько часов человек перемещался от одного пункта от одного из данного пункта к другому и в принципе любой человек находился в радиусе блуждания этого маньяка можно сказать они все были в общем такая грустная новость до всем отклониваясь всем хорошего дня и счастливого пока а